Что касается научно-инновационной деятельности, то это вторая составляющая университета 3.0. И я не буду вам говорить о том, что с каждым годом у нас количественно увеличивается число научных работ или грантов, которые исполняют наши сотрудники. Я приведу вам пример вот какого характера. В этом учебном году мы открыли для себя новые возможности и открыли новые возможности областного инновационного фонда. На слайде вы видите, что в этом году реализация двух инновационных проектов, которые финансировались из инновационного фонда, была на общую сумму 64 171 руб. Я хочу сказать, что эти проекты далеко не совсем технические, потому что один проект подготовить и издать комплект научно-методической литературы по инновационным педагогическим технологиям на сумму 19 171 руб. Это чисто педагогический гуманитарный проект, который был поддержан, а второй разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированный интернет-сервис, электронный каталог авторитетных записей ресурсов туристко-рекреационного парка «Густовский канал» в связи с безвизовой зоной. Это 45 000 рублей. Коллеги, 36 хоздоговорных проектов нам дали денег на сумму 41 195 рублей. Научных проектов. Я к тому, что есть областной инновационный фонд, который готов поддержать те ваши, наши идеи, которые будут являться новыми, нужными, значенными, инновационными, которые поддерживают как технические, так и айтишные и гуманитарные направления. И это то, что нам необходимо использовать. Расширение географии, выполняемых тем БРФФИ, тоже радует. Видите, Индия, Китай, Литва. Ну и увеличение объемов доходов от научной деятельности на четверть по сравнению с предыдущим периодом прошлого года. Поэтому, исходя из того, что я сейчас сказала, одна из задач мы видим подготовить не менее чем одну коллективную, междисциплинарную, может быть, проектную заявку для участия в конкурсе инновационных проектов на соискание, на получение этих денег из средств областного инновационного фонда. С удовлетворением хочу отметить, что наша работа, в том числе и по примированию сотрудников за высокорейтинговые публикации, является и приносит свои ощутимые плоды. У нас растут публикации в высокорейтинговых журналах. Видите, за первое полугодие, не смотрите, что столбик ниже, да, 30, это только за первое полугодие 2018 года. Если за весь прошлый год 40, то только за первое полугодие таких публикаций уже 30. Ну и особо страна должна знать своих героев, особо хочу выразить признательность тем нашим сотрудникам, которые являются лидерами по количеству публикаций, по индексу Хирша, вот среди наших универсантов. В связи с этим мы видим задачу. Если руководство университета поставило задачу примировать каким-то образом материально, стимулировать такие публикации, значит, может быть и какая-то другая целенаправленная задача возымеет действие. Задача заведующим кафедрами мы видим на этот учебный год подготовить от кафедры не менее одной статьи в соавторстве, в соавторстве с другими коллегами своими, с другими странами для опубликования издания из базы данных с фокусом или в офс-сайенс. Это еще одна из таких первоочередных задач. Отмечу, что это та позиция, по которой у нас в международных рейтингах чуть ниже места, чем по остальным другим позициям. То есть мы даже по сравнению со своими другими достижениями вот в этом пункте немножко проседаем. И это наша задача обратить на это внимание. Система стимулирования подготовки научных кадров, она также действительно является у нас системой. И хочу сказать, что в этом году мы тоже решили попробовать такой новый вариант, когда гранты университета или как они называются, гранты ректора на подготовку и на окончание кандидатских и докторских диссертаций Мы получили все, кто заявился. Подготовка кадров высшей научной квалификации осуществляется нами не только в рамках наших сотрудников. Очень важно, что мы осуществляем подготовку научных кадров уже из-за выбежных государств. И вы видите, если в 2016-2017 учебном году у нас было только два человека, которые обучались у нас в аспирантуре, то в прошлом учебном году их уже было 14. Рост ощутимый. Но, уважаемые коллеги, хотелось бы, чтобы это количество, выражалось количество и иностранных граждан, и количество защиты, получения званий профессора и доцента, выражалось не просто в количестве в году, а выражалось в эффективности. Наша задача заведующим кафедрами совместно, наверное, с руководителями научно-педагогических школ все-таки усилить контроль над своевременной подготовкой, диссертацией, аспирантами и докторантами. Студенческая наука, без нее тоже не может быть университета треной. У нас наблюдается не просто рост студенческих публикаций, у нас наблюдается рост студенческих публикаций в журналах из списка ВАД. И это ваша заслуга, уважаемые научные руководители этих студентов. Однако у нас стабильно более 90% в последние два года это те наши научные работы студентов, которые мы отправляем на конкурс. Это говорит о том, что мы отправляем на конкурс качественные работы, и опять же это ваша заслуга, что вы так смогли сделать и так руководите. Но у нас абсолютно не развита инфраструктура студенческой науки. У нас есть 63 кружка. Но что мы слышим о этих 63 кружках? Где мы видим работу 63 научных кружков? В нашем университете есть всего два студенческих конструкторских бюро. И, честно говоря, для такого университета это абсолютно недопустимо. Поэтому научно-технологический парк дает нам большие возможности. Студенческая наука в рамках университета 3.0 приобретает особое значение. И в качестве такой задачи, чтобы мы хотя бы сами увидели, что могут эти научные кружки. Это провести конкурс на лучшее студенческое научное объединение и его руководителя с целью не просто определить лучшего, а с целью оказания поддержки, финансовой помощи и так далее для дальнейшего продвижения в различных конкурсах, стартапах, инновационных проектов. И это в рамках реализации стратегии «Работа наделенной с талантливой молодежью» будет одним из основных посылов в нынешнем учебном году.